Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и со своей новой программой Хлебопеченье, хлебопечки Вы уже предварительную историю знаете Почему я сразу не начал? Я ждал вот эту книжку Потому что та книжка на английском языке, она меня не устроила Во-первых, все это надо переводить, иногда это переводчик неправильно делает И ты гадаешь, что же они имели ввиду Поэтому я взял книжку на более знакомом мне языке И я подумал, что вам будет интересно еще именно вот Как немцы выпекают хлеб Они тоже разные выпекают и французские булочки и так далее Но в основном здесь очень много рецептов, 100 штук А картинок нет, картинки будем наблюдать сами Поэтому как бы я планирую себе так, что я буду читать и тут же вам переводить Брод из Италии Брод это хлеб из Италии И вот здесь сразу Для одного, сколько нам надо Какой муки Вайцинмель Тюб 405 Я думаю, как раз у меня такое есть Вайцинмель 405 То есть это белая пшеничная мука И тут и сэндвичи, и оливенброд, то есть с оливкой Хазельнусброд, то есть с орешками И тут очень много Потом ржаной хлеб с йогуртом Давайте мы все с вами попробуем Но для того, чтобы попробовать, нам должна печь И теперь давайте подойдем к печи И посмотрим на это хлебопечное чудо Это фирма Музу Ну она уже может быть и Узу, и как угодно То есть это китайский вариант Но чем меня привлекла эта печь Я дело в том, что выбирал долго Смотрел рецензии И по рецензии у меня очень хорошие отзывы И очень хороший дизайн для одиноких мужчин То есть смахнул вот так И все, не надо ничего чистить Так, что у нее основные параметры 600 ватт И вот эта вот чашка, которая позволяет выпускать хлеб до 1 кг На что надо обратить внимание На то, чтобы был шихт или слой вот этот, да Был хороший, то есть керамический Или какой там, я не знаю Но его хвалят На это надо обращать внимание Чтобы не было здесь дешевой Какой-то алюминиевой формы И все Нет То есть это вот потом Надо обратить внимание тоже при покупке Я вам покажу поближе Здесь есть штырек На котором все это и крутится И есть к нему такая крутилка Которая ее перемешивает тесто Так вот Вот это место не должно хлябать Иначе вы такой шум получите Это тоже важно В дешевых Дешевых, допустим, по 60 евро Там, конечно, на этим никто не следит И это расхлебанное дальше некуда Вставляется оно так Чуть-чуть наискосок И потом поворачивается Все, она закрепилась И тоже надо следить за тем Чтобы вот эта вещь Была очень плотно сидела Потому что если этого нет Все это начинает ходунов ходить И во время замеса происходит ужасный грохот Стекло Ну, я знаю, что можно, в принципе, и без стекла обойтись Но это для любопытствующих Заглянуть, посмотреть Что же там есть Потом корпус хромированный Этот такой, не хромированный Но очень с хорошего металла Так Здесь На этой Сейчас мы посмотрим поближе Здесь есть меню У меню есть 25 программ Я вам сразу скажу Что если в вашей хлебопечке Программ будет меньше То это не страшно 12, допустим, вполне, я думаю, достаточно Во всяком случае, я не думаю, что я Когда-нибудь использую Ну, все вот эти программы Ну, может быть, от любопытства только Дальше есть Меню Вернее, не меню, а табло Сейчас мы ее включим Вот она пикает Итак, я решил все-таки вам показать поближе То есть вот это Это меню Хлеб поджарки Какой должен быть цвет Здесь, если мы хотим вообще без Всякой поджарки Плюсы Это для времени Вес Это сколько грамм у нас будет Это книг Итак Время Сеттинг Старт Мы начнем с меню Так Пока она не включена Видно, что Вот так это выглядит, да? Вторая программа у нас Третья программа Видите? На восьмой программе будет предустановка То есть мы не можем менять здесь время Не можем менять жаркое Ну, и здесь еще куча Видите? Даже 15 минут есть Что-то 13 минут Но я пока в этом не разобрался 24-25 программ Первая Вот 3.40 Мы можем поменять Вот здесь Нажимая Здесь Свет Такой у нас будет слабый Или сильный Вот такой, допустим, да? Дальше идет Гевикт Это здесь Смотря сколько Вот туда заложили Плюс Эти добавки Тут, я как сказал Время можно убирать Уменьшать Так Ну и в принципе Это все Больше нам ничего не понадобится Для начала Поэтому Она когда начнет печь Она начнет и Отсчитывать Задний ход То есть Сколько Будет У нее Времени Останется До Окончательной Прожарки Вот Еще поближе Вам Эти программы Вот На первую Поставил Хлеб Нам нужен хлеб Потому что Мой кончился И Теперь Смотрим Что К этой чудо-печке Еще идет Ну Обычно Выпечка Где-то Около Трех С половиной Часов Для хлеба И полтора Часа Для десерта Что шло К этой печке Шла одна Рукавичка Почему одна Не знаю Одной рукой Надо вытаскивать Второй все-таки Поддерживать Не знаю Ну В общем Одна Потом Мерилка Хорошая мерилка Потому что Здесь есть И миллиграммы И есть Купы Какие-то И есть Да Миллиграммы Купы Наверное Английская Или американская Вот Нужная вещь Дальше Вот что Меня радует Это Так Я хорошо Показал Такую Мерилку Да 200 200 по-моему 40 миллилитров Обычно 250 требуется Но здесь 240 Ладно Вот здесь Одна Столовая ложка Вот здесь Одна Чайная ложка Что Очень хорошо Тоже Для мерилки Далее Что Приходится Еще Докупать Чтобы Удачно Печь хлеб Это Первое Это Вот Я купил Такой Рассеиватель Для Муки Ну Я не очень Доволен Потому что Долго Это Все А Рассеивать Муку Надо И не из-за Того Что Там Какие-то Там Я не знаю Мушки Появились А из-за Того Что Она Должна Напитать Кислород Прежде чем Начать Печься Я Использую Иногда Вот такую Когда Мне лень Беру Вот Это Просеиваю Да И Все Дальше Что Мне потребовалось Еще Это Весы Недорогие Электронные Весы На которых Я Выставляю Тут Можно Выставить Килограммы Миллиграммы И так Далее Вот Килограмм Можно Поставить Чашку И Сказать Ноль И потом Уже Сыпать И знать Точный Вес Это Важно В общем Я Думаю Что Многие Мои Неудачи Первые Были Именно Из-за Этого И Такая Пластмассовая Дешевая Какая-то Штучка Которую Я очищаю Края Во Время Замеса Далее Это Уже Мое Личное Дело Было Я Купил Вот Такие Чашечки В которых Буду Раскладывать Эти Ингредиенты И Засыпать Но Не В Открытую Машину Ребята Вот Вот Моя Ошибка Была С самого Начала Я Думал Ну что Хорошо Сейчас Открываем Сюда Засыпаем Дело Дело В том Что Мука Имеет Свойство Сюда Засыпаться И там Пригорать Не Что-то вкусное выпечь. Договорились? Ну, я не прощаюсь. Оставайтесь с нами. Я и Рекс. Будем рады вас видеть. В этот раз я вам скажу, что если вы видите, замечаете за мной какие-то не те действия, а вы уже опытный хлебопек, то я с удовольствием приму ваши советы. Помните об этом. Всего доброго, друзья. До следующего раза. Пока.